Ну что, всем привет! Мы снова с вами в стенах ютубчика. И что мы сегодня будем делать? Сегодня мы с вами поймем, из каких цветов можно собрать хороший выразительный букет, как его насытить небольшим количеством цветов и как это сделать выразительно. И что мы сегодня с вами подготовили? Сегодня у нас будет с вами букет, который состоит всего из трех видов цветов. И многие считают, что если небольшое количество ассортимента в букете, то букет становится какой-то скучный, неинтересный и надо вот прям всего наставить, чтобы это выглядело точно классно. Но на самом деле это работает не совсем так. И вот смотрите, что мы сегодня взяли? Мы сегодня взяли с вами шикарную розу Вайтахара. Это пиановидная роза. Что это такое? Пиановидная роза это когда роза очень сильно похожа своим раскрытием на пион. Про пион я уверен, вы все знаете, что это такое. У нее большое количество лепестков, она расширяется и становится намного больше. Примерно 15-20 процентов она еще добавляет себе в объеме. И это прям роза, которая заметно отличается от остальных. А еще она просто божественно пахнет. И когда вы дарите эти букеты и ставите у девушки, у мамы, у бабушки, у парня, неважно где, это все в тепле, это и раскрывается и пахнет не просто каким-то мылом, а прям очень вкусно. И это естественно нас радует. Мы поставили розу, называется она Вайтахара. Роза Вайтахара. У нее совершенно необычное раскрытие, то есть она пиановидная. Она очень сильно похожа именно на пион. У нее большое количество лепестков и она очень классно раскрывается. Еще и безумно вкусно пахнет и у нее есть вот такие зеленые рубашки, которые возможно нужно будет снять, но это не факт. Я еще посмотрю уж как с этим работать. Следующее, что мы берем, это Лизианту Саустома. И сорт называется Алиса. Чем он отличается? У него края такие кудрявые получаются. Мы в Лейсе обожаем именно сорт Алиса, потому что он и хороший по объему и выглядит очень интересно, намного лучше, нежели чем он просто заканчивается обычной такой кромкой. Вот, так что у нас будет Лизианту Саустома. Это такая кустовой цветок. Что здесь происходит? У нее пять голов на одном стебле и это такой кустовой материал, который закрывает очень большой объем. Алиса отличается от других, от другого Лизианту Саустома тем, что у нее именно вот такая фактурное окончание, то есть она такая кудрявая сама по себе и нам она очень нравится. То есть вот именно такой кудряшок, он дает классную фактуру, выразительно смотрится и вообще он очень красивый. Чем ли это не чудо? И то, что вы уже видели, она прямо на уровне моей головы, примерно с мою голову и размером, это гортензия. Нет, вот с мою голову, наверное, все-таки вот это. Да. Это гортензия. И вот эта гортензия, это просто вот прям самое любимое, мне кажется, что есть у девушек, нежно, объемно, выразительно и все это в одном цветке. Гортензия, она еще переводится как любитель воды, поэтому, естественно, очень-очень будет сильно хотеть пить. И тоже небольшой лайфхак про гортензию, ее можно немножко побрызгать водой, потому что она пьет не только стеблем, а еще и своими соцветиями. Ну и, естественно, гортензия, то есть это самый выразительный момент в нашем букете, потому что она занимает большое пространство, у нее такой толстый-толстый стебель, большое количество цветков непосредственно на ней, и она еще очень хорошо пьет у нас и очень классно выглядит. То есть вот гортензия, это, пожалуй, самый выразительный элемент в нашем букете. Она пьет и сверху, но для того, чтобы она адекватно пила снизу, есть такая вещь, как расщепление, то есть мы берем не просто подрезаем под 45 градусов, а мы еще расщепляем просто вдоль, для того, чтобы больше воды у нас попадало именно в сам стебель и гортензия больше пила, потому что гортензия, она реально обожает воду, и без воды она сразу становится мягкой и, соответственно, конечно, невыразительной. Так, малышку я отодвину. Смотрите, у нас получается, что все цветы достаточно светлые, то есть у нас нет здесь темного элемента, и как раз за счет того, что они светлые, они между собой хорошо и сочетаются. Дальше идем. Это по поводу размерности. Знаете, для нашего взгляда, в принципе, очень важно, чтобы у нас была разница по размерам, чтобы мы видели большое, среднее и малое, потому что, если мы будем видеть только большое, наш взгляд очень легко все большие цветы как бы соединяет между собой, для него это становится скучно. Все цветы одинаковые. Дальше идем. Если у нас только большое и малое, то если у нас маленький цветок, ну вот, например, гортензии добавить какую-нибудь розу вот прям вот такую маленькую, то получится, ну, немножко рябит, потому что разница слишком велика. Но если мы возьмем, большое, среднее и малое, потому что алиса, она все-таки по своей голове чуть меньше чем, даже не чуть меньше, а заметно меньше, нежели чем в Айтахара, то тогда у нас именно по размерности это тоже все хорошо комбинируется. Если бы я взял к алисе цветок, который по точности, по размеру совпадает с алисой, то это было бы уже не особо выразительно. Если бы я взял одну розу такую и взял, предположим, еще ранункулюс или любой другой цветок размером точно такой же, то это тоже немножко бы проигрывало выразительность. Это второй момент, почему это все сочетается между собой. Дальше тоже, если взять колористику, то у нас здесь есть четкое хорошее сочетание красного и зеленого. Зеленого у нас больше, красного у нас меньше. Возможно, я не буду снимать рубашки с этой розы, потому что они тоже дают зеленый оттенок, и мне это очень нравится. Вот. Но еще посмотрим тоже по мере сборки. А сама эта роза, ее можно считать персиковая, то есть она оранжевая, но по факту она очень-очень нежная, она выглядит больше, знаете, как такое светлое приятное пятно в букете. А четко различимы у нас именно зеленый и красный, розовый и светло-зеленый. Следующий момент, для того чтобы понять, как в принципе будет выглядеть букет, а не просто смотреть на наши вазы, нам нужно выложить весь материал. То есть я выкладываю нашу гортензию, это у нас будет такое розовое пятно в букете. Вот наша гортензия. Дальше я выкладываю всю нашу алису. Это пятно на самом деле будет даже чуть больше, чем у гортензии, потому что сейчас она очень сильно сжимается, а гортензия, она не так сжимается. И дальше идем, это добавление вот этих светлых роз, которые по факту тоже дают много зеленого оттенка. И что у нас получается? У нас получается, что зеленого цвета в букете больше. Это точно очень важный такой момент, чтобы не было именно пополам, что 50% у нас розовый и 50% у нас зеленый. Это выглядит все не особо хорошо, потому что для нашего взгляда очень круто, если мы видим какой-то цвет больше, чем другой. И вообще, я 6 часов записывал колористику на нашем онлайн-курсе, и там я рассказываю про это намного подробнее, но в данном букете нам в это можно даже не углубляться. Поэтому смотрите, что у нас получится. У нас получится достаточно большой букет. То есть мы с вами сформируем и поймем все сложности сборки именно большого букета, потому что некоторые думают, если я маленький умею, большой я точно смогу. А то, что у него спираль становится примерно такого объема, никто не думает, как ее держать, нужно ли ее перевязывать или надо просто качать руку, чтобы прям хорошо его держать. Тут, конечно, есть свои моменты, потому что, например, у нас есть Алиса, и если ты ее сожмешь очень плотно, то у нее достаточно мягкий стебель, и, естественно, она вся сломается, и все, до свидания, Алиса. Конечно, гортензию ты пережать никогда не сможешь, то есть тут надо еще постараться, чтобы пережать, но когда ты работаешь с каким-то материалом, который подвержен деформации, то это уже большая проблема, и в большом букете нужно уже собирать это будет иначе. И вот мы с вами с этим составом, который, опять же, больше идет, а именно зеленый и красный, и у нас получается три фактуры в букете. Это то есть многолепестковая гортензия, это интересная вайтахара, которая имеет немножко другое раскрытие и совершенно не похожа на гортензию, и также у нас лизианта соустома, это тоже тот цветок, который в целом похож, на вайтахару, но у них разный цвет, разное количество голов на стебле, и если мы будем адекватно это все группировать, то у нас получится очень выразительно. Естественно, мы будем это делать не в шахматном порядке, а что мы с этим будем делать, вы посмотрите в следующем видео, где мы будем уже непосредственно собирать этот букет и проговаривать все-все-все самые ключевые моменты, в чем же здесь будет сложность. Да? Так это как-то работает? Итак, что, поехали, да? Hello everyone!